Лукашенко после встречи с Путиным госпитализировали в критическом состоянии. Об этом заявил белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, пишет Униан. По информации оппозиционера, требующей дополнительного подтверждения, Лукашенко после встречи за закрытыми дверями с хозяином Кремля срочно доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где в настоящий момент и находится. По словам Цепкало, на возвращение белорусского диктатора из состояния, оцененного врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Было проведено промывание крови. Состояние Лукашенко было признано нетранспортабельным. Организованные мероприятия по спасению белорусского диктатора имели целью отвести спекуляции о возможном участии Кремля в его отравлении. Также Цепкало подчеркнул, что не имеет значения, вернется ли Лукашенко в рабочее состояние. Врачи предупреждают о возможных рецидивах. Позднее оппозиционер добавил, что нахождение Лукашенко в Центральной клинической больнице президента РФ пытаются объяснить проведением медицинского обследования. Появление такой версии вполне естественно, как попытка скрыть реальное положение пациента, которое по-прежнему остается тяжелым. Кремль включил операцию прикрытия, считает оппозиционер. Чтобы отвести внимание, личный самолет Лукашенко без самого диктатора отправили в Минск. Это уже не первый визит Лукашенко в Москву, который заканчивается для диктатора больницей. Напомним, 9 мая во время парада Лукашенко стало плохо, после чего диктатор экстренно улетел в Минск. С того момента самопровозглашенный президент долго не появлялся на публике. А недавно белорусский диктатор признался, что частые поездки в РФ подкосили его здоровье. Тем временем о критическом состоянии Лукашенко пишут и иностранные СМИ. Однако пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси пока никак не комментирует слухи о состоянии вождя. Редактор субтитров А.Семкин